Всем привет! В эфире Бородатый Мотоцикл и канал Батя Тестит. Привет, ребята! Обратили внимание, что у нас выходят информационные видео. Мне это стало нравиться, я могу высказать свое мнение, так что принимайте. Я сегодня в смешной шапочке с бананами. Видимо, сегодня этих бананов много залетит в наши уши, поэтому готовьтесь. Если нет, тогда затыкайте уши своими наушниками. Давайте поговорим о теме буквально день назад. Да, подписывайтесь на телеграм-канал, оставайтесь на связи всегда. Ссылочка, возможно, будет или я забуду, но найдете в описании. Итак, буквально день назад на канале, я даже такого не слышал. Может, это мое невежество какое-то, он достаточно, видимо, наверное, не очень популярный. Лука Ебков называется. Вышло видео, которое называется «Настя Ивлеева. Антивечеринка зашла слишком далеко». Антивечеринка. Анти – это значит против чего-то. То есть она даже голая вечеринка не называется. Но мы с вами посмотрим и обсудим, что же это такое. Давно не было Насти на просторах интернета, не попадалось, им там все позапрещали. Но я думаю, видеочасовое, мы успеем с вами про все поговорить. Видеочасовое, какие-то моменты будем, наверное, пропускать. Сделаем акценты на очень важных для нас сейчас, для всех, да и вообще для человеческих каких-то отношений, чтобы разобраться, кто человек, ну, не то, что кто человек, а кто наш там друг, а кто наш не очень сильный друг. А так же вот так. Ну что ж, давайте начнем с вами. Обязательно комментарии оставляйте, обязательно свое отношение. Я не превращаюсь в бабок и всяких там каких-то кринжовых, блядь, мужчин, которые начинают лить грязь. Будем все разбираться, смотреть. Я, в принципе, разбираюсь в людях, немного, опять же, заблюрил. Но силуэт являю, вы видите, и, может, если захотите, перейдете на, собственно говоря, на этот видос и глянете его полностью. Я его целиком полностью смотреть не буду. Так что, так что вот так. И так состоит это видео из дохрена эпизодов. Порядка, наверное, я не знаю, 30. Я уже просмотрел, какие эпизоды. И, в общем-то, по большому счету, особого интереса там все начало. Ну, давайте вступление с вами посмотрим. Посмотрим на Настю Явлееву. Ну, и на то, что она говорит, собственно говоря. Поехали. Даже если, как исключение, у вас, блядь, вратевает, растаптывает толпа в человеческом назначении, ну, в общем, пиздец какой-то. Да и Вознесенский. Блядь, я даже прочитать не могу. Даже если, как исключение, вас растаскивает толпа в человеческом назначении 90% добра. Добра. Ну, все заебись. Значит, людей добрых больше. Ссори, блядь. Уже началось. Я нервничаю, переживаю, блядь, всегда по таким поводам. Всем привет. Мы сегодня в гостях у Насти Явлеевой. Если вы еще помните такого артиста. Настя. Привет, Андрей. Привет. Вот и весь ходит до копейки, прошу прощения. Я тут мучаюсь, блядь, со своими микрофонами, чтобы мягкий звук был, здесь мне по ушам проехали. Это не претензия, это, наверное, я не знаю. Наверное, хороший микрофон. Да, да, что ты посетил эту замечательную квартиру в Петербурге. Скажи, где мы? Что это за квартира? Эта квартира, это моя душа. Я почти из Петербурга, я вообще из Ленинградской области, но когда мне исполнилось 18 лет, я заигрывала с переездом, когда работала в Питере, училась в Питере. То есть мне было удобно проживать в городе. Итак, все понятно, ребята. Не будем на это тратить время. Это простое заигрывание со зрителем. Это обычная сценарная работка такая, то есть при написании сценария есть интро, в котором персонаж или располагает, или наоборот, в общем-то, достаточно отталкивает от себя. Это такая схема, техника, они все в медийной сфере. И явно вот этот вот блогер под именем Лука Ебков, он корифан Ивлеевой, и все это договоренность, судя по всему, я вам честно признаюсь, у меня сразу же такое ощущение, она готова к общению, у нее нет испуга в глазах, она чувствует себя полноценной хозяйкой, как будто бы она ведет эту программу. Вам не показалось? Первая же фраза, она уже ля-ля-ля, а у чувака бумажки есть. А у нее бумажек нет, потому что у нее уже заготовлены ответы. Может быть, не на бумажке, но где-то там. Итак, вступление о квартире Насты в Санкт-Петербурге. Рассказывают, как она мечтала, бля, и что она из Ленинградской области. И вот она обычная деваха, и она вот сказала, я закончу там инстинкт, все остальное, я пойду, у меня будет своя квартира. Она добилась, это квартира из старого фонда, видимо, стоит прилично, где-то в центре Петербурга. Она купила и чувствует там себя просто-напросто охуенно. Мы рады за Настю, я вам честно признаюсь, кто будет ты там на волне чего-то. Я очень любил ее передачи «Орел и Решка», когда она вела, потом другие какие-то передачи, в которых она участвовала. Она там выглядела достаточно простой, девушкой такой, безбашенной, может быть, где-то недалекой. И это привлекало, это абсолютно нормально. Молодая девчонка, где-то распущенная, где-то немного хамоватая. Но она вызывала к себе какие-то симпатии. И это классно, она действительно симпатичная девушка, почему бы и нет. Поэтому у меня вот таких отрицательных эмоций про нее нет абсолютно. Вот, дальше мы едем по этому всему. Итак, о квартире Насте сказали, ну вот сейчас тут про голую вечеринку. Смотрите, буквально 40 секунд. Скажи, что это было за... Мне бы хотелось ответить коротко. Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте. Ладно, буду копировать, тогда известный формат. И что было дальше? Дальше приняла решение... Опа! Это было мероприятие, которое прошло не в то время и не в том месте. То есть, в принципе, к сожалению, никакого нет. До странного здесь ничего нет абсолютно. То есть, вся эта медийная группа, блядь, вся вот этот, блядь, ебаный бомонд, он, в принципе, как бы никогда не сомневался в своей правильности. И манал он все эти принципы и интересы абсолютно. И она вот здесь честно сказала, это было не в то время и не в том месте. Все, мы погорячились. Но то, что это было правильно, окей. Да и вообще вы, если честно, зря на это все обратили внимание, блядь. Закрыли бы все, заставили бы их нахуй удалить. И все, они бы на жопе ровно сидели и внутри как-то разобрались. Но, видите, людям все-таки надо было зацепиться за что-то, они зацепили, и все это нафиг разъевали. И, естественно, получили все, и уже отката никакого не будет. Потому что самое главное, что ценность в нашем государстве, как и в, собственно, другом государстве, это народ. Голос народа правильный, неправильный, но он всегда приводит к чему-то, к какому-то решению. Особенно, когда это большинство. И вот, Настя, мы все видели видосы сразу после этой вечеринки. Я ничего не записывал нигде, ни на стримах про это не говорил. Ну, в общем, смотрим на Настю. Так, и голая вечеринка. Погнали телеграм-каналы. Здесь она продолжает жаловаться и говорить. Ой, бля, такие дела меня начали хейтить. И как будто я там куда-то уезжала, а я никуда не уезжала. И меня это так бесит. И вокруг меня одна ложь. Меня обливают грязью. Я бедная, несчастная. Бля, Настя, ты вот яркая представитель современного вот этого медийного пространства. Ну, не надо же нам врать просто всем, что ты такая наивная и что там не хотела. Ты знала, что будет это происходить. Ты сама мостак этих всех дел, кого-то что-то где-то подобосрать. Что-то против себя даже провокационное сделать. Что видно по интервью там. И у Джарахова, и у Дудя, и прочее. Ну, и что ты сейчас? Бля, я не думала, что они все такие плохие. Бля, они меня, бля, они себя обосрали. Всем там. Ой, это же не так было, бля. И вот все. Посмотрите. Говорил этот режиссер монастыря. Бля, говорит, что она хуевая актриса. Посмотрите, она, вон, как играет. Но все равно. У нее нет театрального образования. Она не может картинку совместить с несколько душевным каким-то спокойствием таким. И оно, ну, видно, видно, это, видна наигранность. Да, если бы мы брали какой-нибудь американский фильм, было все зашибись. Но здесь у нас русская земля, поэтому вот так. Хейт-сити и культура отмены. Так, ну что здесь, я чуть-чуть не помню. Но какому некому хейту в сети. Но то, что началось после этой вечеринки, ну, не каждый выдержит. Как ты справлялась с этим? Да, мне кажется. Пиздец. Человеку отрезали ногу практически. Да? Там попало... Кто-то попал в аварию, блядь, несчастье. Близких потеряли. Все. Как это-то выдержало? Все замешано на горе, блядь. На горе при потере, блядь, огромного количества бабок, блядь. И все. То есть, ну, случилось так, случилось, блядь. Да? Как бы не зарекайся ни от одного, ни до другого. Как ты это выдержал? Как я это выдержал? То есть, пошло... Вышло за пределы нормы по всем категориям. Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение это равно приговор. Там без объяснения причин. Ситуация, чувака, ты же права, бля. Это равно приговор. Узная, что вокруг происходит, я, бля, не мог выложить какие-то видосы музыкальные. Я на стриме сидел опущенный, бля, вот так вот. Я и сейчас особо не проявляю какого-то веселья. Я не понимаю. У меня внутренне, бля, что-то не дает. А здесь такое. А я не понимаю, почему на меня хейт. Люди, бля, ёпан сду. Последний хрен без соли доедают, бля, переживают, бля. Кто-то тащит последнее, бля, все в эти пункты сдачи, помощи бойцам туда куда-то. А здесь... А я не понимаю, почему на меня все эти люди набросились. После всех этих фотографий. После этих грёбанных, бля, бриллиантов за 26 мультов и 16, или сколько там, 16 мультов на цепи, которые висели на нижнем белье, бля, показывая, акцентируя внимание, бля, да, своих достоинств, собственно говоря, и этого камня. И она не понимает, откуда этот хейт, откуда эта злоба покатила, ёлы-палы, бля, как откуда, бля? Ну, как откуда? И потом после этого одевать какие-то свитера, рубашки, бля. И я понимаю, что это искренние там её слёзы все были после этой вечеринки. Ну, сам-то делю, бля, ну, это ж смешно. Без выяснения каких-либо подробностей. Какие нахуй подробности? Все подробности были, блядь, на фотографиях. Даже если это была какая-то промо-акция закрытая, блядь, там с демонстрацией нижнего белья и всего остального, это должно бы было быть так и названо как-то. И это всё было сделано, как последствия мы услышим, что это креатив, блядь, везде нужен креатив. Вот подошла к креативу. Естественно, вы знаете, такая штука, что люди, которые выходят из провинции, собственно говоря, они всегда стремятся, блядь, достичь вершин и переплёнуть тех, кто стоял у истоков и считается монстрами и мастодонтами, блядь, этой всей индустрии, да. И она, ну, не исключение, она тоже хотела что-то такое шахнуть. Ну, уже всё, наверное, только в космос не летали где-нибудь с Кристалл Майо там, блядь, и не бухали там. Всё было, блядь. Да и этих вечеринок было до жопы. Но ситуация сама открыла то. Закрыли бы уже рты свои просто, сели бы тихонько, не подождали. Их народ любит, всё равно их будет смотреть. Нет же, понимаете? Ну, какая фигня, ну, не терпится, надо же что-то сделать. Ну, и вот, пожалуйста, вам. Вот этот хейт они и получили. Об отношении с другими гостями вечеринки, пожалуйста. Сейчас мы и правильно. Дулись у тебя отношения с другими гостями этой вечеринки после. Потому что меня очень позабавил тот факт, как все на перебой, на перегонки начали от тебя открещиваться. Скажу так. Я зла ни на кого не держу? Молодец, правильно. А хуй этих зло на кого-то держать. Она подставила практически всех, практически всех крутых вот этих людей. Чё они без царя в голове, бля? Они заслужили там своё фили со своими эпатажами постоянными какими-то. Он, блин, на приёмы на официальные приходит во всякой хуйне. Ну, Лолита, которая, начиная ещё с Кабаре Дуэт Академия, бля, её вот эти бёдра, бля, блядские колготки и всё остальное, ну, это не умаляет их достоинства как артистов, которые действительно внесли большой вклад в развитие поп-культуры, бля. И, естественно, а не просто потерять на этой вечеринке. Это ж когда что-то такое происходит, наверняка возникают вопросы. Ну, Настя, это нормально, всё остальное там закрыто, не закрыто. Чё такое? И они тоже какими головами думали. Ну, я ни на кого зла не держу. Я, блядь, жертва, ну, пипец, бля, Мария Магдалена, блядь. Ну, а кто же ещё, бля, ёлы-палы, бля. Всем мир. Всем мир. Красиво ты меня скила. Ну, ладно. Мучить я тебя тоже не буду, понимаю. Здоровый такой чувак. Крикнул, а в ответ дышина снова. Причём так интересно, что автор этого канала вставил вот эти такие типа междукадровые какие-то стендапы, да. Не стендапы, я хер знает, как его называется. Вставил, и они такие, прям один, бля, просто по кринжу, бля, в самом конце будет. Естественно, я просмотрел, потому что мне надо было знать, какая информация, и своё отношение я не меняю абсолютно, поэтому сейчас говорю. Слухи об отъезде из России, да. А, вот. Хейт в сети, культура отменная. Ну, то, что их везде запретили, так это абсолютно нормально. Чё здесь переживать, бля. Запретили, запретили. Понятно, зачем будоражить людей. Люди переживают, бля. Причём, ладно, люди, которые вот мы живём здесь, переживаем так. А это же родители, родственники, те, кто там служит где-то, которые постоянно переживают. Им, знаете, как за травку, бля, медиа эти СМИ всякие подкидывают. Кость, нате, бля, посмотрите, хотите куда-то скинуть свою злость? Не надо направлять её в эту сторону. Вот они, бля, шикалы, которые не любят ваших, там, детей, бля, ни отцов там. Они не уважают вообще нас, давайте грызить. А не бесцарят в голове, это шуты, бля, и даже непридворные шуты. Есть один у нас, он, да, вот, Бедросович. Так ему вообще всё по хренам абсолютно. И после всех этих дел он спокойно, бля, чух, всё это прошёл, бля, очищение, бля, прошёл через стиральную машинку, бля, и всё, бля, и он. Реклама мегафона на СТС или на ТНТ, он бегает по Китаю, там уже что-то делает. Всё нормально, как бы. Ну ты же не Киркоров, епи его мать. Ты же, бля, просто девочка из провинции, которой, блядь, и настанешься на долгие годы, блядь, если не выправишься как-то. Но выправляться не таким образом абсолютно надо. Так, об отношениях с другими гостями вечеринки мы поговорили, как протекает жизнь на Донбассе. Итак, после всего этого, чтобы обелиться, блядь, от всевозможных гонений со стороны властей и всех остальных, почему-то все подумали, что такую псевдоиндульгенцию можно купить, посетив Донбасс, блядь, и сделать какие-то пожертвования. Япона-мама, блядь, ребята, пиздец, работают, блядь, с самого начала, блядь, операции работают пунты, блядь, ежедневно, еженочно, блядь. Учителя, блядь, продавцы, блядь, с рынков, я не знаю, там дворники, сотрудники там научные крутят эти банки, носят туда. Это постоянно работает, блядь. И тут только после вот этого забалова, которое было, блядь, на этой вечеринке, и этих гонений со стороны общества, пришло такое, так, надо ехать, сука, а страшно же, блядь. Там же идет война, и это реально страшно. И мне кажется, что, ну, блядь, ну, мало ли куда, да, как люди обозлены там, или еще что-то. И ехать туда, но они все равно их любят, как же, да. И она поехала на Донбасс. И якобы об этом, ну, как бы, об этом никто не знал, ее дружбан здоровый такой накачанный амбал сидит, настоящий геркулес, говорит, слушай, я не знал. И ты ездила туда, и она говорит, да, я ездила, я видел этих людей, я видел эти города. Я не буду говорить ничего, я поверю на все сто процентов, что она действительно получила какой-то перелом там в башке, Увидя это и осознание того, как там людям хуево, и как они живут рядом с этими вот боевыми действиями. То есть они соседствуют, здесь детки играют, а через километр там звучат уже взрывы. Я прям, вот это я верю. Я не буду ее там троллить. Ну, сама причина этой поездки, бля, и то этих артистов вот так оберегают. Вы поверьте, они туда едут как вип-гости, несмотря на то, что они зашкварены. Что Филя, что Дима с котенком, бля, там ходил, бля, все остальное выбрал он котенка себе, и так его прижимал и позировал, бля, в инстаграмы, бля. Все это, естественно, показушное. Ну, ху, с ним, блядь, ну, пусть так, да, но это же не чистилище, блядь. Одно дело, блядь, да, там, я не знаю, бля, сказал, бля, мама, какая, бля, подлая, да, я не говорю, я не желаю, они люди эти не рождены там для таких событий, блядь. Ну, вот, бля, пойду я медсестрой, сука, у меня шиза покатилась. Если бы она такое сказала там и пошла, бля, я бы, бля, просто на колени перед ней упал и сказал, Настя, ты, блядь, мега крутая. Эта поездка в один конец, там их оберегают, бля, если там проебут их те, кто принимает, им, блядь, будет огромный разъем, потому что там, не дай бог, что-то случилось с этими звездами. То есть они были еще определенный геморрой. Геморрой для тех, кто их там принимал. Ну, да ладно, съездила и съездила, молодец, ничего не скажешь. Потратила денежки и, ну, помогла Донбассу хорошо. Здесь она своему вот этому карифану и ведущему показывает картинки. Вот ты тоже ездил, он, видимо, тоже на Донбасс ездил туда. Что-то с гуманитарной помощью, не знаю. Но факт то, что доказательства она какие-то показывает. Мы это не видим, можно было бы и фотку засветить и здесь, если там даже с камер, но это нам не показали. Поэтому, ну, ребят, ну, было-было, это на совести Насти уже. Что тут говорить? Как протекает жизнь? Она рассказала о высказываниях. Значит, есть рыбик донбасский такой. Я, к сожалению, не знаю, не слышал его. Ну, может, поправлю это положение, послушаю. И он вот отозвался как раз-таки про эту стиралку прачечную. Типа, бля, еду туда на операцию ради того, чтобы снять с себя какие-то грехи. По подобию с уголовниками, которые получают право, опять же, на существование. И все города, бля, реально их ждут просто с ужасом домой, бля. Этот съел сердце друга, бля, этот там убил семью, там, этот еще что-то. И они все, и каждый город пишет. Вот возвращается домой такой-то, такой-то, и город, бля, сразу падает в осадок, да. Вот. И здесь тоже вроде как. А мы съездили, а мы вот показали, а мы готовы там концерты дать, и все, и передвижку. Ну, не знаю, Дима Хаски давно ездит, и его там тоже уличали в чем-то, и сейчас как бы тишина. Ну, в общем, прачечная. И как же можно отмыться от этой прачечной, грубо говоря, с этими бриллиантами на попе, бля, с цепями со всеми этими. И вот с этим вот отношением и непринятием того, что они сделали плохо. И, ну, вот честно, мне внутренне вообще абсолютно по-барабанному вся вот эта вот тема, ну, просто фиолетово, бля. И пусть они там хоть друг друга, бля, это имеют по тысячу раз, бля, я бы даже на это внимание не обратил. У богатых там свои причуды, бля, и свои извращения. Это такой, остатки, бля, последнего римляна, римлянина, да. Вот последний рим, рим загинул, бля, из-за вот таких вот, бля, всякой хуеты. Вот, поэтому это их абсолютные дела, и я ничего про это уже говорить не могу. Так, жить надо отбать. И Дима отозвался, она ходила на концерт. И вот, и, в общем, та-та-та-та-та-та-та. Ну, и ладно, так. Ну, удаление постов в соцсетях. Ну, тоже говорит о чем, что она человек особо, или она сильно скрывает, и как и Ольга Бузова прикидывается такой простушкой, дурашкой, бля. Рядом со мной не было взрослых людей, которые могли бы мне подсказать. А я такая молодая, бля, в 33 года, бля, ничего не понимаю, что я плохо делала. Так, а делала я неплохо. Я просто не в то время и не в том месте, бля, это сделала, ёпан сду, бля, как так, хе-хе-хе-хе-хе-хе. И в соцсетях, где-то в инстаграме, вражеская сеть, она выложила сначала пост, там, нет, войне, потом его удалила, потом снова, пересмотрев это, я же хочу, чтобы везде не было обычный хиповый лозунг, бля, ну и не суетилась бы. Я думаю, этот пост, это дело такое же, десятое, никто бы на это внимание не обратил. Видео с извинениями после вечеринки. Это было искренне, никто не спорит. Видно было по ней, что она прям переживает, что у неё прям колотун настоящий, её прям, ну, просто так, где видео с извинениями, вот давайте. Которое ты опубликовала сразу после вечеринки, оно было, ну, мне кажется, оно было искренне, но скажите своё мнение. Оно было абсолютно искренне, я скажу, это, вообще, ну, вдаваться, наверное, в подробности моих вот этих переходных этапов не имеет смысла, но это был самый пик вот эмоциональной раздробленности. Вдаваться в подробности переходных этапов не было смысла. Каких нахер переходных этапов? Из чего в чего? Ты утром проснулась, и те сообщили, что вами заинтересовали, что в это нелёгкое время вы проводили садомогоморический праздник, на котором присутствовало огромное количество медийных лиц, и шоу показать, что государству наплевать на какие-то вот эти заслуги и всё, а им очень важны люди, которые живут в нашей стране. И сделали такую публичную порку, серьёзную порку, без откатов какой-то. Естественно, все получили, и забросились, опять же, компании, там, что, ну, это мы до этого дойдём. Ну, вы поняли, да? То есть, так, высказывание Димы Ома, видео с извинениями после вечеринки, так, об отвернувшихся друзьях, да? Ну, давайте. Такой огромный удар ты приняла на себя, ты вообще никого не сдала. Хотя, ладно, не для камеры я не буду говорить, что ты могла бы сделать. И как поступили все твои коллеги, друзья или бывшие друзья? Многие от тебя открещивались на камеру. Вот кого интересует, блядь, кого бы она сдала и кого бы не сдала. И какая она молодец, что, блядь, другие сейчас ходят там незапятанные. А она получила. Организатором была она. Заявлено, как лицо этой вечеринки и всех этих праздников, это была Настя, блядь. Ну, что здесь пиздеть? Кто там ещё виноват? Кто-то её подбивал, кто-то писал какие-то письма, кто-то давал разрешение или уверял в том, что всё это нормально пройдёт. Никто, блядь. А нанять было охрану, блядь, серьёзную, блядь, поставить, блядь. Удалить все эти мобильники. Удалить к ёбаной матери, блядь, всех этих папарацциев, которые там были. Строго-настрого участникам запретить. Будем тусоваться? Слава богу, блядь. Ни одного лица, блядь. Хочешь фотографировать? Фотографируй свою жопу. Ни одного лица, никого. Что бы? Ты попробуй на улице, ёлы-палы, блядь, школьника сфотографируй. Он тебе ебало расколотит. Он скажет, меня нельзя фотографировать. Они все хотели. Они все знали, что это будет публично. И все получили по заслугам. Не хотели бы. Не было такого. Ну, вот реально. Ну, что нам тут врать? Что дебилы вокруг, что ли, блядь? Не такой, знаете, как в гостях у сказки, блядь. Смотрите, какая локация офигенная, блядь. Какой-то антикварный подсвечник. В уголке, в бутылочке стоят свечи церковные. Икона Божьей Матери со Спасителем. Цветок, белые стены, блядь. Такое все располагает. Домашняя уютная обстановка. Сахарница красивая. Фарфоровые чашечки. Стаканчики с водичкой чисто кристальной. Отсюда идет свет отовсюду. И вот так, блядь. А я такая. А вы-то на меня, суки, набросились. Ну, в общем, дело как-то такое. Так, следующий. Следующий, что у нас там? Так, удаление постов, соцсетях. Это отношения с бывшими коллегами. Ответственность блогеров перед аудиторией. И будущие блогер-сферы. Ну, давайте посмотрим. Я тоже блогер. Настя, как ты считаешь, блогеры должны нести ответственность за свой контент? Да, однозначно. Тогда будем считать, что ты за свой контент понесла ответственность. Уже поставим точку на этой вечеринке. Давайте поставим. Молодец. А? Красавчик. И он мне нравится. Он нормальный мужик. Он пошел на помощь своей знакомой хорошей. Не постеснялся, блядь. Там хиты которые. Я не читал комментарии, я не знаю. То есть, вот, Лука Ебков пошел навстречу Насте. И вот все. И поставил точку. Ну, все. Ты, значит, винилась прилюдно всем. Винилась, блядь. На Донбасс съездила. Или куда там? Съездила. То есть, ну, а что от тебя еще хотят, блядь? Хотят, чтобы ты там, блядь, пошла действительно. Ну, а почему? Зачем ехать там куда-то в горячие точки? Есть же госпиталь. Можно пойти, блядь, и поработать. Я честно говорю. Ну, а почему бы и нет? Это и есть на благо. Деньги. Ну, мне кажется, у кого есть деньги, он готов отдать и на пожертвования. И молодцы. И это одно. Но когда ты отдаешь часть своей души, и у тебя есть какое-то такое соприкосновение со страданием. Скажешь, а ты что? А я что? Да я хуй, я сам еле ноги передвигаю, блядь. Да ладно, все. В общем-то, это откинули. Ну, это лично мое мнение, поэтому так. Так, видео с названием после вечеринки об ответственности блогеров отношения с бывшими коллегами из Украины. Ну, нормальные абсолютно вопросы. Я говорил как раз-таки на посте по Алексею Навального, вот память Алексея Навального на мультике. Это хорошие друзья. Это хорошие друзья, которые посчитали, что дружба, да, которая была многолетняя по разные стороны границы, и они считались друзьями, и никуда. Да, она для них стала больше, нежели какая-то политическая, наверное, сила, и они решили не изменять своим друзьям, а изменить просто родину. Это сильный, мощный поступок, как людей, они сделали свой выбор, и сейчас они за границей живут. Но при всем при этом, чтобы сохранить, можно было, по крайней мере, не срать. А ведь там же, в России, остались, блядь, такие же друзья. Я, то есть, твои же друзья, группы эти, которые, многие отреклись, как Фейс, вы там уроды все. Ваня Нойс там пошли в задницу, Каста, не знаю там чего. Ну, вот, в общем-то, а здесь, в России, когда вы уехали, кто остался? Одни уебаны? Ну, в общем, с этим тоже все понятно, и обсуждение не подлежит. И весь вот этот выпуск, он просто-напросто пропитан, блядь, вот такой вот какой-то наигранностью и лоском. Вот таким, как будто их просто смазали салом, блядь, все блестит. Ну, то сало прозрачное, сквозь него видна черветочинка это все. Ну, при всем, при этом, понимаете, вот оно снимается, да и делается так. Ага, будущее журналистов в России. О, интересно. Так, ценностях и нахватах современных медиа. Так, а, вот это прикольно. Мы с тобой разговаривали про традиционные ценности, но традиционные ценности в большинстве своем очень скучны для контента. Как ты считаешь, как и блогеры, и СМИ, многие используют какую-то желтушность для поднятия охвата цитируемости? Как нам совмещать нам с тобой в будущих СМИ и традиционные ценности, и такой более спокойной ценности? Чтобы они имели охват, да? Да, чтобы это было интересно людям. Ну, во-первых, все сводится в креатив. Блять, традиционные ценности, да? Какой нахуй креатив? Какой креатив? К чему сводится? Она подходит ко всему искусственно. Она говорит, что все это, все журналисты, все желтушные. Ну, да, как же без этого? Вся журналистика, всю жизнь была желтушная. Эту газету не будут покупать, если она будет неинтересна. Если там не будет грязи, преступлений, выдумок, фантазий каких-то. Во многих газетах печатали рассказы юмористические, фантастические, для того, чтобы люди покупали и расслаблялись. Для информации есть там российская газета, где печатаются все новости. Вот ее можно читать, все остальное только на этой волне. Или на ярких каких-то обложках, на ярких фотках, или на очень загадочном, таком спорном материале. А я хочу, блять, настоящие СМИ. Мне кажется, что если смешать креатив, заинтересованность и щепотку энергии, то все имеет место быть. Главное придумать... Это такое, знаете, на занятиях коучера какого-то. Главное придумать... Как это подать, в какую оболочку обернуть, и, ну, по итогу должна же быть, ну, какая-то мотивация, почему люди должны этим интересоваться. Потому что, если это подавать как нравоучение, то это никогда никому не будет интересно. А как что? Потому что у нас стоит блок, мне кажется, еще с детства, когда нам читают нотации. Так много нотаций читают, ну... И скучным, монотонным голосом объясняют, что нам делать, как нам быть. Ну, никто никогда не слушал это... Псевдо такая хуйня, да? Ну, то есть, давайте мы сейчас мультик снимем какой-нибудь, типа с голой вечеринки. Давайте сделаем так. И сначала покажем всех персонажей в комедийной форме. Мой бриллиант, бля, гипертрофирное мое лицо. Дядю Филиппа в ажурных трусах. Васю, бля, с носком на песене. И потом покажем, как они меняются. И как эти традиционные ценности приходят, захватывают их. И они становятся семьянинами. И все хорошо, и нам хорошо, и дети поймут. И все это сделаем в стиле Рики и Морти. Знаете, уже давно придумали уже Навальному, вон этот, как его, мультик сняли на эту тему. В захлеб и бежал срочно эти монотонные указания исполнять. То есть, тут вопрос, как подать. Как подать и с каким креативом ко всему к этому подойти. Почему нет? В общем, мы делаем честные СМИ. Отвечаем своей репутации. Да. Честные СМИ. Древнейшие профессии, журналистика и проституция. И то, и то продажные. Все. Уже мимо. Сидит два человека. Один пытается стать. Другой, ну, смешный. Куда? И вот он такой, да, делаем СМИ, все. И подаем традиционные ценности. Я вот ненавижу это словосочетание традиционной ценности. Потому что непонятно, что в это вкладывается. Потому что есть нетрадиционные. И у каждого оно свое. И это начинается с какая-то полиционалов. Что для тебя традиционные ценности? Мне, безусловно, ближе к какой-то вот семейности, дети, взросления. Ну, я это стараюсь не сильно транслировать. Ну, как не сильно транслировать? Наверное, все-таки это транслирую. Но я не навязываю. Не сильно. Слушай, ну, смотри. Видишь, традиционные ценности делятся на множество категорий. Так, множество категорий. Не будем делить это на категории определенные. С вами, ну, вы понимаете, да, к чему готовится, в общем, Настя Юлиева. Сделать СМИ очень серьезные и пропагандировать традиционные ценности. Вам это не смешно? Ну, просто шибанитесь. Вот вас ржать, блядь, и тошнить, блядь, не хочется от этого, блядь. Причем тут же ничего странного нет, что все вот эти артисты, все, они за любовь, за отношения между, там, партнерами, за детей, за то, что было вокруг. То есть их не надо, блядь, пропагандировать. Их надо культивировать эти ценности. И просто-напросто оберегать, блядь. Никому не втюхивать. То есть там уже на подростку в 15 лет, там, или в 18 лет, там, ты хер втюхаешь то, что такое любовь, что такое семья, ты не объяснишь. Если он не понял это, блядь, он хер поймет. Здесь другая тема должна. Тут уже, блядь, через какие-то страдания. И яркие, блядь, жестокие примеры этой, блядь, жестокой, блядь, так ее мать жизни, понимаете, блядь. А здесь вот, ну, а что тут, суса-суса, ну, сусуса, как я хочу это все сделать. Не знаю, доверие, искренность, лояльность, милосердие и так далее, так далее, так далее. Вот вам показало. То есть, получается, из всей этой банды, народу, которая была вот на этом мероприятии, она одна осталась верной, преданной, честной. Все собчаки и прочие просто ее предали, блядь. Все просто спасали свои жопы. И если бы у нее была такая возможность спасти свою жопу и остаться еще при каких-то лаве, может быть, или при влиянии, она бы это быстро сделала. Явно ей то ли что-то блок какой-то поставили, то ли что, но у нее нафиг. Больно много, семья и прочее. Довольно много граней и довольно много под тем, которые ты можешь брать и трансформировать совершенно различные интересные контенты, подавать это аудитории. То есть, уходить от клишки. Слышали, да? Вот такие вот суки сидят на каналах, блядь, и вот такой вот пургу чешут. Человек сидит, ищет ответ какой-то четкий, блядь, а получает вот такую вот демагогию, замученные на категории, подкатегории традиционные ценности. А в них можно даже не говорить, можно оставить просто нетрадиционные. Нетрадиционные ценности – это плохо, блядь. А есть общечеловеческие ценности, правильные ценности, это так, блядь. А традиции, мало ли, хуй, я не знаю, там, может быть, где-нибудь в Монголии, бля, принято, блядь, молотком по тесину бить. Это я образно говорю, да, ребенка там в пять лет. Это традиционные ценности. Ничего против не имею, может, вырезу. В какой-то стране, скажем так. Ну, ну так же ведь. Ну, да ладно. В общем, ну, пурга-пургой, блядь, который даже слушать неохота, блядь, и хочется дальше отношения с бывшими коллегами, будущей журналистики. Вот, об отношении к Алексею Навальному и кейс Дины Саевой, блядь, кейс. Модное слово. Дина Саева, я правильно произношу? Дина Саева, да. Тоже твоя коллега сказала, что, ну, она маленькая, наверное, девочка, она показывала переписку, где Навальный, там, такая некая переписка, что, о, у тебя клевое видео, вот у меня тоже вышло, не можешь ли ты поддержать. Для меня это вообще рассылка. Ну, очень похожа на рассылку Ботом, но она почему-то восприняла это под какую-то личную просьбу и говорила, что одно время ему помогала, а потом поняла, что он ее использует. Было ли у тебя с ним какое-то общение? Как-то ты контактировала, поддерживала его? Потому что, да, это было, даже это времена интервью Дудя, это было супермодно. Это было супермондо, это сейчас модно. Смотрите видео о памяти Алексея Навального, и там все будет понятно вам. И вот, понимаете, как всегда, блядь, какая-то фигня, блядь, и идет просто, блядь, атака на, блядь, на сообщение тогда, когда я записываю. На хайпу вы его, многие блогеры считали его своим коллегой? Да, считали, ну не, сейчас считаю. Тут надо понимать несколько вещей. Тут надо понимать несколько вещей. Ответь, да или нет, какие нахер вещи. Ой, я была маленькая, это было модно, блядь, я бежала туда, куда бежали все. Во-первых, я его никогда не поддерживала. Вот и все. Вот и весь хрен до копейки, блядь. Чего, для чего этот видос сделан? Для того, чтобы вот эти бананы, блядь, нам в уши, блядь, засовывать? Или лапшу вешать, блядь? Ну, блядь, ну, блядь, ну почему? У меня была публикация единожды, где я желала ему скорейшего выздоровления, но это просто человеческий фактор. Когда, типа, его отравили. А жопу прикрыть? Мало что в этой жизни бывает. А вдруг, а может быть, он знает что. А я потом скажу, Алексей там, ля-ля-ля, а помните, блядь. А я же все-таки с вами была. Это пиздец. Как это чужому человеку? Можно переживать, да? Мы можем обсуждать с вами. Там, вот человеку плохо, блядь, как жалко его, сука, блядь. Ну, то-то-то. Но если ты его не знаешь, ты не побежишь и не скажешь, блядь. Да. И опять-таки же, это был период, когда не было своего четкого сформированного мнения. И опять-таки же, возвращаемся в сегментированное инфополе, из которого я не хотела выходить. Мне было там комфортно, поэтому... Мне было хорошо. Мне было хорошо вокруг вот этих вот людей, которые, блядь, это бомонд, там, относительно, там, пятая колонна. Блядь, интересные ребята, блядь. Загадочные, тайные, блядь. Где ты из-за бога? Мне было комфортно, мне было хорошо. У меня были бабки, у меня было признание. Меня любили, обожали. Почему, блядь? Ну, на тот момент я его любил. А сейчас не люблю. Какие-то такие политические или околополитические нарративы, они, ну, были неорганичными для меня, и я не знала, как с этим делать. И девочке, простительно, ну, вот, реально, она действительно не знала, что с этим делать, и это действительно простительно. Ну, тебя уже, вот, твой этот, бородатый, не бородатый, блядь, сейчас бы сказал. Лука-то, прости уже, все сказал, что ты переживай. А она, вот, видишь, все равно, блядь. К себя вести правильно, корректно и так далее. Поэтому, конечно, я была подвержена, в том числе, общим потокам и модному течению, да. То есть, ну, какая-то его политика на мне никогда не была близка. Хуять модное течение, да. Ты в медийной сфере, блядь, ты путешествуешь по всему миру, блядь. Ты там, я не знаю, какие-то тусовки у тебя, все остальное. Какое модное течение? Что у тебя еще может быть, блядь? У тебя есть время заниматься политикой какой-то? У тебя есть время, блядь, когда что-то обсуждать и делать. Тебя никто не трогает. Вообще им жаловаться просто не то, что грех, блядь. Ну, пиздец, они еще больше злости вызывают. У вас все было, вам было все дозволено. У вас были обеспечив ваши старости с контрактами, с компаниями. Что вам, блядь, еще надо было? Мама, надо, блядь, надо что-то... Не, ну, надо чуть-чуть, 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 как я уже говорил, Машонку уже прибили на Красной площади, блядь, гвоздями. Блядь, надо что-то такое еще сделать. Да и, в общем-то, все. Там даже нет дела никакого. То, что с ним произошло, ну... Ну, жалко. С русской точки зрения, наверное, это грустно. Я согласен. Грустно, когда родители уходят рано, и дети остаются без отца. То есть, вот он, она переживает. Конечно, это, блядь, грустно. Это грустно и печально. Я тоже видео говорил, как человека, как человека, как единиц, как самое дорогое, что есть на земле. Его жалко, как и многих других. По-человечески это грустно. Но он мне не близок. Нет, ну, безусловно, харизматичный блогер. Ну, не более для меня, опять-таки, главпус. Красавчик, харизматичный блогер. Я тоже так считаю, но даже не считаю его харизматичным блогером. Блогером с большими деньгами, возможностями, с огромной шпионской подрывной какой-то базой, как мне кажется. И, ну, блядь, она до сих пор действует. Не зря ее признали террористической. Ничего надолго, ребята. Я не Кремль-бот, блядь. Это мои мнения реальные, блядь. Я же говорю, вот я отношусь к ней с симпатией. Но она такая, вот, как бы без царя в голове. Она такая старается быть. Они провинциалки такие, очень резкие. И если здесь она строит из себя, ну, я уверен, что она такая, она может сказать такое славцо, что, блядь, этот здоровяк просто-напросто покраснеет, как помидор. Ну, видите, здесь все мило. Такая уютная обстановка. Ну, блядь, ну, прям зашибись. Еще не хватает блинчиков дымящихся с джемом каких-нибудь. Прям вообще зашибись. Готов ловить хайты? Я уже привык к этому. Вообще я хочу дать отличный совет коллегам с большой аудитории. Обзаведите. Погнали, короче. Вы смотрите, вы следите, не выливайте новости неподтвержденные. Все это мы знаем. Все как делали, так делали. Интернет тоже СМИ и тоже желтая пресса. Все здесь. Так, дальше что у нас? Будущие журналистики. Алексей, ну, ответ новой. Новый Насте на главный вопрос Юрия Дудя. А, ну вот, давайте послушаем. В той ситуации в Рилсах опять завирусился отрывок с Дудем. Интервью было дано 6 лет назад, и я его пересмотрел. Ты вообще там ребенок за 6? Да, 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 да. Ребенок 27 лет, 27 лет ребенок. Да, да, ну, совсем. Она не отвечает за себя, это, да. Это, я думаю, люди меняются. Да, да, да. Поэтому я задам еще раз этот вопрос. Оказавшись. Она смеется, она не удержалась даже серьезность какой-то выдержать. Ну, типа, ну, классно же я сделала, бля. А? Че себе? Вам-то слабо было, бля. А я, бля, главного человека в стране, бля, просто послала практически на трибуну. Ну, я же сделала это. А ты че здесь сидишь? Там та-та-та же я сделала. Давай, бля. Мне интересно, что было вообще за кадром просто. Честь перед Путиным. Что ты ему скажешь? Сейчас. Новая Настя. Чем помочь? Вот так все. И потом идет эта тема, да, смотрите. Хабенского смотрела? Угу. Нет, мне оказался вообще это эталон ответа. Да, я обожаю Хабенского. Да, он крутой дядя. Крутой дядя. Как ты считаешь, нужен ли Путину блок, как Медведеву? Ну, все. И сейчас, видите, так, в стороночку. Он сам же задал этот вопрос. И как? Так. Ну, ты готова ответить серьезно? Он говорит, бля, подожди. Я сейчас должна выпить что-то такое, чтобы или вспомнить ужасное, чтобы серьезным лицом. И она не выдержала, бля. Она смеялась, миловидная личика, добрая. Бля, меня засрут, бля, за этот видос. Ну, ребята, бля, это мое мнение, бля. Ой, бля. Ну и погнали. Все знают. Медведев этот канал, где он там ярко выражается. Там нужен ли Путину блок, все остальное. Он президент. У него блок, это вон газеты его и указы, и по телеку обращения. А в отношении к президенту, о, интересно. Как ты сейчас на данный момент относишься к президенту нашей страны? Симпатии и уважением, как к главе государства. А ты? Опа. А ты? А? Че такое? А, типа, это ж нельзя говорить, как ты относишься. Мы его выбрали, мы сходили. Если не ходили, не выбирали, ну, значит, сами виноваты, бля. Он президент, он пункт принятия основных решений государственных. А как к нему относиться? Как к руководящей должности. То, что он тащит весь Запад на плечах, да. То, что у него предатели вокруг тоже, бля. Ну, видите, симпатия. Он, наверное, будет очень рад, когда узнает, что и Настя к нему так хорошо относится. Я думаю, ему передадут. Он такой улыбнется, скажет, ну, малая, нормально, все, не ссы, прорвемся. А то, что ты там на трусах с брилликом, с брюликом бегал. А то, что ты кинула эту компанию просто-напросто. Это про отношение к людям, опять же, бля. Взяв в аренду, бля, вот этих два драгоценных предмета, эту цепочку и бриллиант, в аренду у компании, бля, в аренду, бля, взяв. Не сообщила о том, на каком месте она будет носить и что это будет фотографировать. А так как это коллекционный, какие-то единичные случаи, представьте себе, что ценность или возросла многократно, я думаю, она упала. И любой уважающий себя, там, бизнесмен, богатый человек, просто-напросто это никогда не сделает. Просто никогда не сделает. Вот это, такой вот, швах за швахом. Сейчас нормально? Ну, нет, а ты закапываешь, я здесь причем. Слушай, у нас так принято, почему-то ругать, а я вот не хочу его ругать никогда. Вот, кстати, почему принято. Принято, 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 у нас принято, я не хочу ругать, там, все остальное. И даже сложно себе представить, чтобы поставить себя на это место и это вытащить. Это, блядь, ну, это серьезные дела, и про это мы с вами говорить не будем. Вот, а так, дальше. Про путешествия по регионам России. Как я хочу путешествовать по России. В моем старом интервью, 6-летней давности Дудю, его прям сквозило, чтобы ты как-то рассказал свое отношение к регионам. Ну, любишь ли ты путешествовать по России, какие твои города, помимо Москвы и Ленинграда, любимые? Начнем с того, что я и считала, и считаю, что регионы – это душа России. Я сама из Ленинградского. Ой, блядь. Вы понимаете? Вот она сейчас шарошит просто-напросто по шаблонам. Просто херячит по шаблону. Искреннего человека, который, ну, блядь, что-то искренне говорил, вообще нет. Шаблонная подача всего – это явная подготовка, отработка какого-то материала для обеспечения своей какой-то, блядь, снятия грехов, да. Индульгенция, ну, она не покупается за деньги, а, бля, псевдоискренностью такой говорит, я все нормально, я уже не такая, я не та Настей, люблю президента. Я была в этих ужасных местах, я помогал, я видел, я все знаю. Я не обижаюсь ни на кого, я христианка, ну, тут, наверное, будет еще про это. То есть, понимаете? Область из деревни Разметелево в 20 минутах, кстати. Ну, из деревни. И как бы вот ни крути, все равно, ну, как бы оно видно. Да, потому что люди разные. Что в деревне, что в городах, абсолютно разные. Даже если там человек деревенский приедет в город, как бы он богат ни был, с кем бы он там ни общался, он не встанет просто тем человеком, и его никогда не примут. За глаза все будут все равно считать там колхозницей. Как ни крути, она этого не хочет. И ей не наплевать на это. Так, дальше про путешествия. Что такое патриотизм для Насти Юлеевой? Погнали, бля. Модное нынче слово патриотизм. Что это? Модное нынче слово патриотизм. Браво, бля. Как тебя там, я все... Блядь. Я все... Да что это такое, а? А, вот он. Этот? Нет. А где? А вот. Чипсов и бутербродов с колбасами. Так, модное сейчас слово патриотизм. Сейчас мы разложим. Сорян. Что-то кнопочку не то нашел. Это благотворительность и помощь. Так, в отношении к президенту по регионам России. Что такое патриотизм? Модное нынче слово патриотизм. Что это для тебя? Как ты к этому относишься? Патриотизм. А что это такое? А вот тебе и пожалуйста, вот это высказывание. Патриотизм это последнее пристанище негодяев. То есть, в тот момент есть истинные патриоты. Те, которые, блядь, с этим рождаются, с этим живут. Им объяснять не надо или влюбляются. Особенно получается, что иностранных, как ни прикольно, в России много было немцев, иностранцев, которые приехали к нам в 19 веке, в 18 веке, стали истинными патриотами, с корнями, теми пиндосовскими всякими. Вот, и там англичане, французы стали патриотами. Вот, а те, кто хочет, и у кого последняя жопа, самое последнее, и самое низкое, и самое наглядное такое, это быстро переобуться и превратиться, и тебя просто как будто бы, а я в домике, бля, а меня трогать нельзя, бля, а я же сказала уже, что я вот истинный. И вот, пожалуйста, она долго думала и ничего не надумала. Вот, кстати, интересный вопрос. Ну, то есть... В чем интересный вопрос? Ну, ты патриот своего государства, ты готова там, вот истинный патриот? Это слово очень такое тяжелое и очень ответственное. Вот, или нет? Или тоже надо разложить на фракции? Ну, можно немножко патриотом быть? Или можно совсем патриотом? Или чуть-чуть патриотом, но как-то так. И все у нас на фракции раскладывается. Сейчас я хочу, знаешь, сформулировать... Криндж, да? ...без лишнего разглагольствования. Скажу так. Патриотизм... Это не только любовь к родине, которая тебе дана с рождения. А патриотизм... Это желание ее улучшить. Ну, как соответствие, да? Во всем, в любом. Желание развивать. То есть, что получается? Ну, а желание улучшить, это не есть любовь? Сказануло, девочка. Молодец, пать садил, чтобы татух не было видно. Меня тоже на мероприятии, когда скрывают, бля, татуировки. И... Быть чем-то полезным. Хорошо сказано. Вот. Блядь, а он прям записал. Бля, взял блокнот такой, блядь, это просто гениально, блядь. И быть полезным. Молодец. Хей! Ха-ха-ха! Такие ощущения на этот счет. Задам вопрос, который почему-то в последнее время стал тоже триггерным. Как ты относишься к празднику 9 мая? Что для тебя этот праздник? Тоже выпускаем. Что бы она ни говорила, не мне вправе решать это. 9 мая это священный праздник. Мои оба деда участвовали. Один штрафбатик, блядь. 44-й, может, комиссовали, выжил. Вот. Один офицер дошел до Кёника. Вот. Я это все знаю. Я родился в Белоруссии. Мне про это говорить не надо. И то, что она говорит, это правильно. И даже здесь, пусть она это не чувствует, но она пропагандирует и воспринимает это правильно. И говорит про это, пусть говорит. Здесь для молодежи любые средства хороши. Вот здесь не надо системы и плана какого-то. Надо постоянно про это твердить. И все будет правильно. Будет правильно, как бы. Вот. Так. А что это такое? А, нет. Про 9 мая это отдельно мне проходит. Великий день победы, день гордости, день скорби, день уважения. Более того, мой двоюродный прадед Смирнов Иван Федорович по маминой линии, он герой Советского Союза. Он класс, гордится. Ну, это хорошо. Ну, она все равно в школе училась, конечно. Это откладывается, это очень сильно и мощно. А то, что сейчас тоже, блядь, вон сколько героев. Умер в 1943 году, доблестно сражаясь. И в подпорожье даже стоит бюст в его честь. Клуб. Поэтому, конечно, это предмет для гордости. Я бы гордился. Я очень горжусь. Все бы им гордились. Я горжусь своими дедами и так. Без всякого. То есть, без всякого того. У меня деды тоже достойные были. Они прошли эту войну и вот так. Так, ну что, поехали. Благотворительность. Первое такое знакомство у меня с тобой было, когда мы обратились к твоему помощнику, когда были обстрелы Белгорода 31 декабря. Это была одна из немногих блогеров, которая не отмечала новогоднюю ночь, а активно участвовала. Но почему-то главное твое условие была анонимность. Ты не была готова выходить в инфополе, я могу понять. Кому ты еще помогаешь? Может быть, кто-то об этом не знает, кто-то получит рассказать. Благотворительностью я занималась всегда. Возможно, ну, невозможно, а точно. Я не настолько активно это анонсировала, как другие блогеры. Но, опять-таки же, это было мое право. Я предпочитала это делать тихо. Но из, наверное, таких... Вот она такая штука, да. Если ты, по большому счету, это делала, молодец. Если ты это делала анонимно, блянь, уважению нет границ. Если ты никогда не хотела про это говорить, почему ты сейчас вот в студии у Луки Ябкова начинаешь про это рассказывать? Настало время. А почему оно не настало в ту ночь или в тот день после вот того мероприятия, и когда у тебя, ну, грубо говоря, были козырные карты, и сказал, я, бля, не хотела вам говорить, а смотрите, бля, вот оно. У больших и ярких кейсов есть фонд помощь. Он ориентирован на помощь пожилым людям, бабушкам, дедушкам, по различным. Все. Дальше мы рассказываем, какая я хорошая. И как я помогала и операции, и все. И почему-то эти козыри она не применила. Хотя ситуация для нее была просто-напросто критическая. И все были ресурсы хороши. И мне кажется, если бы она предъявила это все, сказала, ребята, ну, я такая, но я и такая. Я шоумен. Я без этого просто-напросто не могу. Я шарашу так. Я делаю, может, вещи какие-то, но не надо меня там сильно прощать. Ну, бля, я настоящая. Я вот она. Я Настя. И, бля, как меня хотите, так и берите. Ну, видите. Вот. Сейчас будем рассказывать. В основном на сбор продуктовых корзин. Вообще, кстати, классное, ультрамодное, удобное приложение, где ты можешь оформить подписку на своего подопечного. Ну, клево. Молодец. Тут спора нет. Все хорошо. Что у нас дальше там идет? Крокуси, ты, по-моему, одна из первых, кто оказался на месте трагедии, возложил цветы. Ну, это вся тема. Не хочется уподобляться, хочется верить в человечность. И мы это тоже обсуждать не будем. Многих можно там критично подойти к этому. Тот же Алишер Моргенштерн, который сразу в первые минуты раздал врачам по сотке, пацанам по ляму кинул. И уже после этого, вот это началась волна такого пафосного, пафосных переводов. Я все молодцы. Красота. Но, видите, нужен толчок какой-то. А зачем этот толчок? Надо все, чтобы это от души происходило. Царь небесная, погибшая всем Крокуси, слава тем, кто спасал врачам, спасибо тем, кто помогал. Все, я другого не могу. Так, отношение к религии и вере. А как ты вообще относишься к религии? Я так понимаю, часто ходишь куда-то на службы? Ходишь куда-то на службы часто. Религия? Ну, вопрос... Вопрос непростой. Как к ней можно относиться? Ну, я просто равнодушен. Я очень люблю, как архитектуру, и храмы, и мечети, и буддиски, и рассказать, как мы на стрижу. Меня вот именно с точки зрения архитектуры нравится, но я не близок. У меня вот жена пост держит, любит ходить. Вот какое у тебя близкое отношение? Тебе это помогает, может быть, как-то? Помогает, безусловно. И я скажу, что это была одна из важнейших опор вот за эти четыре месяца. Вот она. Вот она в чем заключается, да? Вот еще понятие религии и всего остального. Всегда такой возникает вопрос, и поднимаем в беседе, что, ну, Боже, Он прощает всех, да? Неважно. Верующий ты с рождения до своей смерти или прибывший вот только, обратившийся к нему, Он, в принципе, все мы люди, все мы Его творения, и Он всех прощает. И настал тот искренний момент у нее, не тогда, когда случилось, вот, вот, фу, дай Бог, чтобы это горе не касалось никого, не болезнь какая-то страшная, а она лишилась всех рычагов всей вот этой своей жизни медийной, которая действительно, это основная ее часть, основная ее составляющая. И вот тогда она обратилась, помоги. Ну, конечно, поможет. Куда же он денется? Но момент самообращения, критический, вот он, оказывается, наступил когда. Странно, да? То есть, очень удобно верить тогда, когда тебе удобно это делать. Ну, да, вот сегодня верю, завтра, ну, нахер, не хочу. Я, я, самостоятельно, я серьезный человек, если вот этот анекдот классный, когда, наверное, мужик-атеист такой, он, блянь, едет уже, там, 50 лет ему, все решается его жизнь, он сядет в какую-то фирму, будет огромная зарплата, у него уже практически берут, но ему надо, блян, знаете, на собеседование. Он подъезжает к офису, уже представляет свои вот эти многотысячные зеленые гонорары и все остальное, а стоянки нет. Он туда, назад, налево, направо, все забито, блянь. Он туда, что делать? Все, последний момент, вот он, да? Последний момент, вот он, вот как вот здесь, вот вы слышите. И он такой, блян, уже поднимает голову, говорит, Господи, ну если ты есть, я понимаю, что я не верил в тебя, но мне нужна твоя помощь, пожалуйста, помоги, я не могу, мне надо поставить машину и быстро бежать навстречу. И он пока разговаривает с Господом, выезжает со стоянки машина и давай ему место. И он такой, оп, увидел, такой, о, не-не-не-не, все-се-се, я уже сам справился. Вот он момент. Я никогда не была так близка со своей мамой. Я хочу сказать ей огромное спасибо, потому что, ну, если бы не она, то я вообще не знаю, как бы я справилась. Помогла мама, и слава богу. Это хорошо. Ну, типа религии. И мне кажется, вы знаете, она переиграла в своем фильме «Монастырь». Кстати, ну, после всех хейтов в его сторону, я тоже до конца не досмотрел этот фильм. но мне не то, чтобы игра понравилась. Ничего отвратительного я там не увидел. Мне кажется, она продолжает вот эту роль играть. Охренеть, блядь, а, научили ее на съемочной площадке все это делать. У нее даже, по-моему, прическа такая же. Да, ну, чего делаешь? Это так. Так, забота и помощь маме. так, ну, про свою я уже говорил, в общем-то, да, как бы вот так. Про фильм Альвина говорить не будем. Здесь уже, а, ну вот, и сериал «Монастырь». Ну, давайте глянем пару моментов, как бы. Бизнес. Бизнес. Блок про бизнес. О, нет. Боёк. Ну, вот это, если честно, пиздец. Если это искренняя, это исповедь такая, да, обновленной Настей Ивлеевой и со своим отношением там ситуации к президенту, друзьям, к своей работе, будущие какие-то планы, все, вот каждая позиция была искусственно создана и прям прописана она с такой уверенностью. У чувака, посмотрите, Талмуд, блядь, листиков, сколько там вопросов и всего остального. То есть, все это сделано, уже подготовлено. Ну, и слава Богу, Господи, ну, дай Бог, что они думают, что они всех там обманули, сделали такой художественно-документальный фильм про покаяние Насте Ивлеевой и концовочка. А это кино можно смотреть. А этот сериальчик тоже был неплох, его там тоже неплоха. То есть, все, все, все. И уже погнали, она на расслабоне. Все, как маленький ребенок, которому сказали, ну, ладно, ну, как бы все проехали, я уже не ругаюсь. И она начинает вести более-менее похожее на себя. Вот и все. Прошла любовь, провяли, завяли помидоры, бары, шмары, адреса магазинов, кафе, ресторанов, вот. И все здесь говорится. То есть, все это есть. И хоть общепринято было сказано, чтобы там запретить, там бизнес вести, там перекрытием кислорода, они здесь спокойно про это говорят. И честно говорю, если бы я увидел один из этих баров, я специально зашел, меня бы никакой хейт не просто-напросто не сломал бы. Но до конца надо быть искренним. То есть, вот тут момент такой, просто надо было искренне. Если это было искренне, во всем сказать, я прогибалась, я дура безмозглая, за всем этим, мне так это хотелось, я так хотел это сделать. Хотела там, фу-фу-фу, и даже понимала, что может быть это вызовет. Ну, блядь, ну я дура, ну реально меня простите, я не знаю, как я буду вести себя в дальнейшем, что я буду делать, пропагандировать, какие ценности, все остальное. Ну, я постараюсь не делать ничего плохого. Не надо улучшать, надо не делать плохое, надо не топить. Вот в чем принцип. Ну вот, а она про макароны, она про вот, и вот это вот, блядь, добило борец за чистоту там продукта. И газировка тоже, я это все слушал как-то, вернее не слушал, а слышал где-то в СМИ, что из этого слухи, что не слухи, что ты запускаешь, что не запускаешь. Да, бизнес по снекам, он тоже поставлен на стоп, но это... Но он был, он был успешный, был продуктивный. А, это уже даже вышло куда-то. Все, понимаете, погнали снеки, газировка, пятерочки, магниты, все, прошла тема, погнало то, что ей интересно. И это то, что она сказала, я понимаю, что там, ну, много правды, наверное, может я, сука, под своей надменностью, по направленности этого видео, не могу, как бы, искренне это все, бля, сказать, но это неисправимо. И мне кажется, это все покаяние, это и было преддверие очередного какого-то мероприятия, которое уже готовится, ее там креативно, эта группа, раскладывая на сегменты и все остальное. Нужно покаяние, нужно успокоение. И уже новая тема на новую вечеринку, обновленная Настя с отпущенными грехами, бля, с поддержкой СВО, а я хочу сказать, что там ребята, они видят смерть. И им так смешно смотреть на все эти вот, вот эти дрязги, бля, и на всю вот эту фигню. Естественно, они готовы прощать, они очень милосердные, бля, и они, и они, ну, да ладно, бог с ними, что вы, сколько было этих видео, да, покиньте вы их нахер, этого Филю, и Диму, кокаинист, и Лолу нашу, любимую, все ее так любят, ну, че вы доебались, по большому счету. И в итоге все пострадали, Филю вышел, павлином счастливый, и Настя сейчас пытается потихонечку, вот этой такой, тихой сапой, тоже пробраться, бля, и у нее это получится, бля, вот и все, свободно ли сердце являет, личная жизнь, ты сейчас в отношениях? Ну, смотря 15 сантиметров, для меня маловато, бля, мой сердце свободно, без подробностей, без подробностей, мое сердце разбито, как бутылка, стол, ты меня не любила, да, я нахуй пошел, хорошо, Настя, спасибо тебе большое, во-первых, что ты согласилась, я знаю, сколько людей тебя окучивало, окучивало, чтобы ты дала это интервью, я просто хотел, чтобы ты выговорилась, интервью получилось у нас открытое, эмоциональное, я заревел, что мне не свойственно, я могу сказать, скупую мужскую слезу бросил, я еще раз тебе хочу сказать спасибо большое, надеюсь, у тебя будет все хорошо, Андрей, спасибо тебе, я почему-то решила первый раз, прежде всего интервью о конусах, вы сейчас офигеете, что за сценарист, ради этого делалось, то есть серьезная вещь, смотрите, это все на фоне иконы, да, разговоры велись очень серьезные, и, смотрим, микрофону, а звук-то писался до этого? да, у нас же петлички, а зачем микрофоны? а от этого еще лучше звук, у меня сексуальный голос, тогда я хочу сказать, Андрей, тебе огромное спасибо, мне было крайне приятно, поделиться с тобой лично, у меня микрофон встает, жизнь на колесах, я думаю, на этом стоит закончить просмотр, итак, заключение, при всем, при том, что мне, сама Ивлеева, она симпатична, да, как персонаж, как телеведущая, ты реально симпатична, ну, что ты скажешь, симпатичная девочка, участвовал, я уже говорил, это все, при всем при этом, вся эта симпатия, и вот такая внешняя, какая-то, доброта, под ней скрывается, очень сильный стержень, целеустремленность, обычно из провинции, люди такие и есть, они не останавливаются, идут на все, чтобы добиться своей цели, ждете, вторую вечеринку, она будет, может быть, не такая, какая-нибудь другая, она будет обязательно, в кино увидите, увидите, никто от нее не откажется, люди милосердные, и во власти, да, и вообще, люди быстро любят остывать, сейчас остыну, скажут, да ладно, хрен с ней, да ладно, бросьте, плюньте там, не трогайте ее, кидала во всех своих друзей, несмотря на то, что она считает, позиционирует себя жертвой, она оставила огромное количество жертв вокруг себя, больше всех мне в этой компании, жалко Васю, очень жалко, талантливый музыкант, эпатажный, пришел по рок-н-роллу, блядь, получил больше всех, блядь, еще и закрыли, блядь, в КПЗуху его, и сейчас в Армейку запирают, он реально талантливый музыкант, больше всего жалко мне его, ну так вот, видео закончилось, что-то оно какое-то смещенное здесь в бок, немного какая-то черная рамка, я не знаю, почему она появилась, бляха-муха, но она появилась, и я сейчас немного двигану назад, но я думаю, это заметно не было, вот, вот такое мое отношение, всех кидануло, всех обуло, все навалило кринжа, по большому счету, я не люблю этого слова, лицемерный человек, говорил одно, потом прикрылась тем, что была молодая, и, ну, точки люди, они все такие, им свойственно вранье, без вранья, они просто-напросто не будут жить, я закрываю эту тему, всем желаю, мирного неба над головой, живите долго, и пусть поутру у вас будет только хорошие вести, подписывайтесь на, телеграм-канал, все же, живите долго, чао, пока, с вами был Бородатый Мотоцикл, и канал Батя Тестит, будьте искренними, честными, бля, и вам будут верить, бля, и если вы хотите, что-то подобное записать, делайте это с открытой душой, а это просто было, блядь, жалкое кино, подобие, бля, излияние какие-то, сердец, и, ну, процента два правды, там, три, там точно было, все, пока, как это говорится, пацаны, не будьте петухами, блядь, самое главное, и девчата тоже, все, пока, ха-ха-ха-ха-ха-ха, тя-хах-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Продолжение следует...